Не окажется ли предстоящая Олимпиада в Рио-де-Жанейро опасной для здоровья спортсменов? Таким вопросом обеспокоены участники водных дисциплин. «Это худшее место, которое я когда-либо видела. Вода чёрная. Когда выходишь из неё, лодка масляная. Костюм как будто в масле или грязи, в чём-то чёрном. Я не знаю, что это, и не хочу знать». «Четыре года мы готовимся, и в день соревнований будем в наилучшей форме. Но из-за плохого состояния воды мы можем всё потерять. Это тревожит». Агентство Associated Press провело собственное комплексное расследование состояния воды в заливе Гуанабара. Начиная с марта, независимые специалисты четыре раза снова и снова проверяли воду на наличие бактерий и вирусов. Результаты неутешительные. Содержание опасных организмов превышает норму. Некоторые спортсмены, которые тренируются здесь, также говорят, что после контакта с этой водой у них поднималась температура, были рвоты и диарея. Некоторые просто пытаются приспосабливаться. «Мы советуем спортсменам не переворачиваться на своих лодках в этой гавани, потому что она, похоже, самая грязная. Сюда открыто стекает канализация. Но власти работают над проблемой, и я вижу, что становится лучше». Местные чиновники продолжают утверждать, что ведутся очистные работы, и вода будет безопасной. «Мы подтверждаем, что атлеты могут приезжать в Рио абсолютно спокойно. Нет никакого риска заразиться чем-то при контакте с водой». Городские районы Бразилии давно страдают от такой проблемы, как загрязнение источными водами. Часто они никак не контролируются и отсутствуют очистные сооружения. Очистка Гуанабары до должного уровня являлась условием для проведения Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Удастся ли очистить залив, пока неизвестно. В запасе остаётся год.